Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про нормировку урожая, нормировку гроздями. Расскажу на примере теплицы, потом еще немножечко посмотрим нюансы на улице. Для чего вообще все это нужно? Любое растение всегда закладывает урожая больше, чем оно может нормально прокормить. Если у вас есть яблонь и груши, сливы, то наверняка замечали часто осыпание. Как только завязалось, например, сыпятся мелкие яблочки, потом они сыпятся покрупнее, потом они сыпятся еще покрупнее. И в год, когда было массовое цветение, хорошее опыление, вы просто без конца ходите с ведром и собираете вот эти вот осыпавшиеся яблочки разных размеров. Но виноград так делать, к сожалению, не может. Да, немножко может быть какое-то осыпание, но оно совершенно незначительное. Так вот, при массовом урожае энергия куста, она распределяется на все ягодки, и они будут более мелкие, они будут не такие красивые, они будут не такие сладкие, они могут не созреть вовремя. Конечно, это плохо, в том числе и для виноградного куста, потому что если мы говорим о нашей средней полосе, то нам еще надо, чтобы виноград хорошо подготовился к зиме. Соответственно, если мы хотим такие красивые грозди, которые мы видели у кого-то на видео, на каких-то рекламных фотографиях, вот такие большие, красивые, наливные и при этом вкусные, то нам для этого надо постараться и помочь нашему растению его пронормировать и помочь нашему растению уменьшить эту нагрузку. Первый вопрос, когда? Когда четко видно, что у нас уже завязалось, то есть приблизительно на стадии гороха. Если получится чуть-чуть позже, тут тоже увидите у меня, что по-разному ягодки развиваются, ничего страшного. Какие моменты нам нужно учитывать при нормировке урожая? Ну, такие же, как мы учитывали при нормировке побегов, и ссылку на видео с нормировкой побегов я вам оставлю. Нам надо учитывать возраст растения и то, как в принципе оно растет. И здесь еще важно, характеристика самого сорта, то есть насколько он крупноплодный, не крупноплодный, какая приблизительно гроздь у нас может выйти на выходе по его характеристикам. Ну, начнем. Первый у нас атаман крайного. Видите, здесь уже такие хорошие ягодки наливаются, можно было это сделать чуть раньше, но ничего страшного, значит сейчас будем убирать грозди. И, как говорила, что надо учитывать? Возраст. Возраст этого куста 3 года. Это его первое плодоношение. Ну, вот он решил, что он будет хорошо плодоносить, хорошо отсвел, видите, прекрасно опылился. Что убираем? У нас он закладывает 2 грозди на ветку. Мы оставляем только одну нижнюю, а верхнюю гроздь. Смотрите, она у нас и менее такая, менее крупная, мы ее убираем. Следующий побег у нас опять 2 грозди на ветку. И убираем верхнюю, отрезаем, убираем. Казалось бы, мы оставили по одной грозди на ветку, и этого достаточно. Но что еще мы должны учитывать? Я сказала уже, что силу роста куста. Если куст растет слабо, то вот в этот момент, особенно если он крупноплодный, у него гроздь не 100, не 200, как у технических, например, сортов, значит в таком случае мы можем оставить холостые побеги. То есть на каких-то побегах грозди убрать вообще. И здесь, посмотрите, я поднимусь. Развитие вон по 3 метра. То есть, казалось бы, всего достаточно. Но я тоже кое-где уберу грозди и оставлю холостые побеги. Для чего я это делаю? Здесь до полутора килограмм может быть нагрузка. В принципе, если куст взрослый, хороший и вот так вот отлично развивается, можно было бы оставить. Но я уберу через один. Ну, тоже выбираем, например, на двух побегах, какая гроздочка нам нравится больше. Тут особой разницы нет, уберу эту. Значит, я уберу через один, потому что, напомню, кусту всего лишь третий год. Он совсем молоденький. Это его первое плодоношение. И перегружать его плохо. К чему может привести перегрузка? А перегрузка может привести к тому, что в следующем году вы получите очень-очень мало урожая. Либо вплоть до того, что можете не получить его вообще. И показываю пример. Хаджимурат. В прошлом году у него вот в этот момент были такие грозди, как вот та самая красивая на Атамане. Мы оставили по одной грозди. В принципе, нормально. Тем более, что, повторюсь, растение развивается прекрасно. Теперь просто посмотрите. Опять же, я встану и покажу. Вот там Атаман. А вот здесь Хаджимурат. Хаджимурат. Ну, разницу в росте ощущаете. При этом у них и разница в возрасте. Хаджимурат старше. И грозди. Вот такая вот по одной грозди. Вот здесь. Вот там. Одна грозди. То есть, по сравнению с тем, что было в прошлом году, скажем так, много чего потеряли. Это была наша ошибка. И я вам специально это показываю, чтобы вы видели, к чему приводит. Да, очень жалко, когда вы видите вот эти вот большие грозди. Даже у того же Хаджимурата в прошлом году была одна большая гроздь, которая совсем лежала на земле. И мы ее подвязывали в состоянии, ну, такого приблизительного размера. Вот эта гроздь килограмма на полтора точно вытянет. В таком состоянии мы ее обломали. И было так жалко. Вот мы между собой с мужем обсудили, что, ну, вот где-то полтора килограмма гроздь обломали. Ай-яй-яй, как жалко. Так хорошо, что мы хотя бы ее обломали. Поэтому не жалеем, если куст молодой, не надо торопиться. Уберите лишнее, оставьте урожай через побег. Если очень-очень крупноплодное бывает, и там до трех килограмм, например, и да, растение хорошо растет, но если оно еще и молодое, то вплоть до того, что можно и по два холостых побега оставлять. Либо же наоборот, мы можем оставить, например, один холостой побег, то есть одного полностью убрать, и два плодоносящих, ну, в зависимости от размера. То есть, например, если гроздь приблизительно килограмм, растение молодое, то мы можем идти, например, два плодоносящих, один холостой. Если килограмм чуть больше, значит, один через один. Если гроздь еще могут быть больше, там, и до трех килограмм, значит, можем оставлять два холостых побега на один плодоносящий. Но мы учитываем при этом рост нашего куста и возраст нашего куста. В этом году у нас еще и большая задержка по вегетации. На теплице это сказывается в меньшей степени, но на улице это сказывается сильно. Поэтому в этом году нормировать урожай надо не просто сильно, а очень сильно и тщательно. Если же по какой-то причине вам очень-очень хочется оставить всю свою красоту, весь свой урожай, то помните, что без нужной агротехники вы все равно не получите хорошие красивые гроздья. Без нужной агротехники вы все равно не получите полноценный сладкий красивый урожай. То есть, если хотим оставлять, значит, нам надо кормить, значит, нам надо хорошо работать с пастниками, значит, нам надо все-все делать правильно. И то мы подвязаны под погодные условия. Если погода будет нам благоприятствовать, да, все может вызреть. Если погода будет не очень, прохладно, придет ранняя осень, то этим мы только ослабим растение, и в следующем году можем получить меньше, я вам уже показала пример, либо получить вообще ничего. И сейчас мы перешли на другую сторону теплицы, а здесь фактически и нечего нормировать. Здесь у нас анюта. Анюта очень крупноплодная, но она и сформировала только по одной грозди, и видите, не очень упылилась. Хотя у нее крупные ягоды, я уверена, что это будет хорошая крупная гроздь, но пока что она вот такая, она одна на побег, поэтому ничего убирать не будем, тем более, что это кустик постарше, развивается прекрасно, значит, ничего с ним не делаем. Ну, вот еще пример, когда нормировать фактически нечего. Смотрите, здесь одна маленькая гроздочка и одна большая гроздь, но практически ничего на ней нету, соответственно, тоже и нормировать нечего. Почему такое происходит, я уже рассказывала. Может быть, еще сделаю отдельное видео, когда у меня вся опылится улица. Как что опылилось, и покажу, сейчас уже не так видно, а до этого были четко видны причины, что пошло не так, почему так опылилось. Но надо понимать, что влияют на это неблагоприятные погодные условия, которые у нас были не во время цветения, а задолго до этого. Поэтому, вот смотрите, в таком случае, вот раз, два, мы, конечно, оставляем обе грозди. И это тут явный пример, который показывает, почему не стоит проводить нормировки до цветения. Вот смотрите, еще один пример. Нижняя гроздь, ее можно убрать просто потому, что она пустая, тут одна ягодка, чтобы она даже не болталась. Вот мы ее убираем. И верхняя, смотрите, на верхней у нас хоть что-то есть. А так бы мы, руководствуясь классическими рекомендациями, удалили бы вот эту верхнюю гроздь, ну и в итоге получили бы ничего. Поскольку напоминаю, что многие вещи, которые сказываются на опылении, происходят не во время опыления, а задолго до этого. Еще один пример вам покажу. Смотрите, там такая, ну, средненькая гроздь. Вот здесь есть вторая, но разницу в них видите. То есть, в принципе, растение могло бы вытянуть при своей силе роста, при всем остальном. Типа, или там видно, да, что гроздь такая. Не сравнить с атаманом. Но вот эта маленькая, и поэтому тоже давайте ее уберем. И сейчас мы переходим к улице. Это у меня зилга. Ее я вам показывала во время цветения. Здесь же я показывала, как гроздь немножко сыпалась перед цветением. Но, тем не менее, посмотрите, прекрасно опылилась, прекрасно завязала. С зилгой мы ничего не делаем. Зилга хороший взрослый куст. Дает она по 4 грозди. Ну, иногда 3, иногда 4 грозди на ветку. Средний вес грозди где-то 300-400 грамм. И мы знаем, что зилга этот урожай прекрасно вытягивает. Поэтому с зилгой мы не делаем ничего. Но если у вас куст молодой, значит, верхнюю гроздь тоже. Вот смотрите, разница нижняя. И вот там последняя верхняя гроздочка. То есть верхнюю можно будет удалить, если куст молодой, либо если куст растет не очень хорошо. У нас тут все замечательно растет. Повторюсь, куст старый, и он прекрасно тянет эту нагрузку. Поэтому здесь мы ничего не убираем. Вот видите, по развитию они уже почти догнали верхнюю проволоку. Шпалеры у нас высокие, поэтому смысла чего-то тут нормировать. В данном случае, в данном случае нет. На сегодня у нас все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. А под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов и мои контакты. А также другие полезные видео. И до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok